Всем огромный привет! Сегодня будем вязать детские варежки на пяти спицах. Варежки вяжутся очень просто и быстро. Я вязала ребенку на 4 года из пряжи Нако. У меня здесь в 100 граммах 120 метров. Спицы у меня 5,5. Я хотела такие пышные и плотные варежки. Вот такие они у меня и получились. Для того, чтобы узнать, сколько нам набрать с вами петель надо, мы делаем замеры. Измеряем детскую ручку. Сначала измеряем обхват кисти. Вот здесь, в самом большом месте. Далее длину ладони у меня 13 см. И длину большого пальца у меня 4 см. По моим меркам. Но сразу скажу, мерки мерками, но желательно, когда будете вязать, сразу же ребенку и примеряйте на ручку. Далее вам нужно провязать образец 10 на 15. Но это я вам не буду показывать, я думаю, вы сами поймете. Вяжем лицевой гладью. И дальше смотрим. У меня в 5 см 8 петель. А у меня 15 см. Соответственно, мне надо набрать на спицы 24 петли. Чтобы узнать, сколько нам надо взять нитки для набора петель, делаем следующим образом. Нам надо набрать 24 петли. Мы умножаем на 2. Получается 48. Отмеряем метром. Но я беру с запасом 50. И начинаю набирать 24 петли. Как набирать петли, я думаю, знают все. Если не знаете, то смотрите в видео. Теперь одну спицу мы снимаем и начинаем вязать резинку. На каждой спице у нас должно получиться по 6 петель. Первую петельку мы снимаем. Вторую провязываем лицевой. Далее идут 2 изнаночные. Опять 2 лицевые. И так распределяем все петельки на 4 спицы. Теперь вот эти 2 ниточки мы просто связываем на узелок и далее вяжем по кругу точно так же. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вывязываем высоту резинки, которая вам нужна. После резинки мы меняем цвет нити. Вместо зеленой прикладываем белую и последующие ряды мы вяжем все лицевыми петлями. Вяжем ту высоту, которая вам нужна. От резинки до начала большого пальца. И повторюсь, не ориентируйтесь на замеры, а лучше всего одевайте на ручку ребенку. Так будет правильно. Теперь нам нужно оставить место для пальца. Смотрите, где ниточка идет. Вот у нас метка, что вот первая спица, а это четвертая. С левой стороны пальчик я делала на первой спице, а здесь буду делать правую варежку. Буду снимать петельки на четвертой спице. На каждой спице у меня по 6 петель. На четвертой спице, повторюсь, я провязываю 3 петельки лицевыми. Остается у меня на спице 3 петельки. И эти петельки мы с вами переносим на булавку. Со спицы снимаем и переносим на булавочку. Они нам пока не нужны. Соответственно, на четвертой спице осталось у нас 3 петельки. И нам с вами надо добрать еще 3 петельки. Петельки набирайте удобным для вас способом. На четвертой спице должно оказаться снова 6 петель. Берем теперь дополнительную спицу и продолжаем вязание. Первую петлю из первой спицы мы провязываем туго, чтобы не было дырочки. И вяжем по кругу все петельки лицевыми. До тех пор, пока у нас не покроется мизинец. Вяжем по кругу все петельки. Вяжем по кругу, которая нам нужна. И начинаем теперь делать убавления. Я делаю следующим образом, как мы с вами делали убавления на носках в предыдущем видео. На первой спице 2 последние петельки провязываем вместе. На второй спице первую и вторую петельки вместе. На третьей спице 2 последние петельки вместе. И на четвертой спице первая и вторая петельки вместе. И на четвертой спице первая и вторая петельки вместе. Делаем убавлением, пока у нас на каждой спице не окажется по 2 петельки. Далее закрепляем работу, завершаем при помощи крючка. Продолжаем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...